Немножко о санкциях, и даже не о санкциях, а о людях, которые с ними связаны. Смотрите, Ермак сегодня сообщил об удачном голосовании парламента, о том, что парламент украинский проголосовал за национализацию активов русских банков, российских банков в Украине. И будет также национализация всего бизнеса российского, который есть в Украине. Можно было сколько было, ну и конечно же, 6 пакет санкций. Можно сколько угодно дискутировать о частной собственности, о каких-то там вещах. Но все дело в том, что, как мне кажется, российские Форбсы, первая тридцатка, сотня и так далее, это именно те люди, которые взрастили, наполнили кровью и плотью, и энергией вот этого монстра, который называется Путин. Вот этого дедушку с пледиком на военном параде, которого мы видели последний раз, который 24 февраля бомбил большую европейскую страну в 12 местах или в 14. Поэтому, когда они говорят, а насколько я помню, кроме Тинькова не высказался практически никто, когда они говорят о том, что их обижают, что частная собственность не, так сказать, неприкасаема, что существуют какие-то конституционные вещи, существуют либеральные там права во всем мире. Хочется спросить, ну, друзья мои, но это же там с вашего молчаливого согласия произошло то, что произошло, и то, что вышло за границы государства России. Если бы это было внутри, да, делайте, что хотите там. Но это же вы поддержали этот режим и поддерживали всегда. Согласны ли вы вот с такой позиции? Я бы ее несколько усложнил. Прежде всего, здесь, мне кажется, про олигархов даже и говорить нечего. В отличие от 90-х годов, они теперь никто, и звать их никак. По той простой причине, что бизнесом в путинской России, крупным бизнесом, серьезным, можно заниматься только в том случае, если тебе разрешает путинская силовая вертикаль. Очень все просто устроено. Россия – страна богатая природными ресурсами. Продавать газ, нефть, алмазы, древесину – большого ума не надо. Или калийные удобрения. Этим может заниматься любой. Поэтому, если, ну, практически любой. Конечно, не человек с семью классное образование. Но если ты будешь Путину не нравиться, тебя мгновенно отшвыривают от этого бизнеса и отдают этот бизнес другому. И сегодня ты Миллер, а завтра на твоем месте стоит какой-нибудь Мюллер. А ты без этого бизнеса. Поэтому, если в 90-е годы олигархи действительно влияли на политику, то сейчас это не олигархи. Они к архии, то есть к власти, к архии, не имеют никакого отношения. Они коммерсы, как их презрительно называют в Кремле. Денежные мешки. Так что их роль… Вы говорите, что они напитали кровью монстра. Но они напитывали кровью экономикой. А уже потом эту экономику Путин военизировал, подмял под себя. Ну, и что было? Топиться в прорубь пяти, что ли? Нет, они хотели сохранить свои миллиарды. Перед ними был очень простой выбор. Если они против Путина, они теряют все. А если они за Путина, они, скажем, теряют две трети. Но если у тебя 15 миллиардов, можно примириться с тем, что у тебя половину там отжали, но оставили там сколько. Так что здесь дело не в олигархах. И касательно украинских вещей. Значит, важно ведь то, что с началом войны Путин свою страну вывел за пределы правового поля. Он нарушил прямо, грубо, с кровавыми последствиями, все международные законы, напав на суверенную страну. Он это уже однажды сделал в 14-м году. Тогда постарались этого не заметить, чтобы сохранить бизнес с южью и так далее. Сейчас этого не заметить уже нельзя. Слишком много кровищи пролят. Так что жаловаться на какие-то там нарушения законов мирного времени просто бессмысленно. И я здесь напомню еще одну важнейшую историю. Путин – это человек, который понимает только силу. И давно надо было это понять. Деньги он тоже очень любит. Но понимает он силу. Он полагает, что у сильного человека должны быть деньги, потому что он их отберет у слабого человека. Он себя считает сильным. И когда, например, отжали бизнес у Михаила Ходорковского и посадили его на 10 лет, это был акт сильного человека. То есть Путин показал, что он сильнее Ходорковского. Умнее, дальновиднее, циничнее, прагматичнее. Просто взял и отжал бизнес, а хозяина посадил. Когда Ходорковский выехал за границу, отсидев большую часть этого срока, бывшие акционеры ЮКУСа подали в суд на 50 миллиардов долларов, как вы знаете. И чиновники крупного ранга в Москве говорили, ну это же пустое. Потому что как Европа будет смотреть на этот иск? На одной чаше весов 50 миллиардов какого-то там Ходорковского или какого-то там ЮКУСа, а на другой чаше весов атомная бомба. То есть они сами в своих таких приватных разговорах давали понять, что силы-то за нами. И идите вы со своими законами о том, что незаконно отжали этот самый ЮКУС. Идите лесом, уважаемые господа. Потому что у нас вот она, атомная бомба. Сейчас ситуация даже, я бы сказал, более гуманная. Потому что у Украины нет атомной бомбы. Но Украина живет по законам военного времени. Объявленным или не объявленным. В этой ситуации, мне кажется, она вполне естественным образом будет экспроприировать собственность российского крупного бизнеса. Да, это тема, которую можно обсуждать в европейских судах. И бог, я не знаю, как там решат европейские суды. Но в ситуации с военным временем, по моим представлениям, Украина действует так, как она должна действовать. Точно так же, я думаю, что было бы справедливо направить отжатые, арестованные у Российской Федерации, золотовалютные резервы на восстановление преступно разрушенной инфраструктуры городов Украины. Мне кажется, я не знаю, сможет ли это решить, Запад решится на это. Потому что это действительно... Дмитрий Борисович, но политическое решение есть. Политическое решение есть. Сенат проголосовал за этот закон. Другое дело, что нет механизма. И теперь только дело за судами. Примут ли быстро суды вот это решение? К судам в западной модели государственности очень высокое уважение. Сенат с сенатом, а суд с судом. И суд это очень значимая картинка. Поэтому я бы так вот бурно не восторгался. Проблема еще не решена. Это у нас, как начальник сказал, у нас в России, как условно говоря, в административной администрации. Суды в России декоративная история, а в странах западной демократии как раз наоборот. И за это приходится платить. В частности, вот этой такой бюрократической тягомотиной. Так что вопрос еще не решен. Что касается температуры браги. Или вот этого бродящего... Бродящего вещества. Брожения. Да, брожения. Ну, брожение происходит в браге. Значит, в результате получается спирт, как вы знаете. Который надо выгнать потом через самогон варенья. Так вот, я бы не сказал, что идут сепаратные переговоры олигархов, опять же. Но я еще раз хочу сказать, что это никакие не олигархи, а коммерсы просто очень богатые. И никаких переговоров нет. А есть просьбы спасти, если что. Вот если бежать, пожалуйста, мы готовы чем-то поделиться. Но они же не дураки, они понимают, что Путин проигрывает. Но хотелось бы куда-то сбежать со своими деньгами. Желательно получить какую-то защиту, чтобы тебя не отравили, как скрипаля. И чтобы не отобрали все деньги. Вот, собственно, это называется не переговоры. Это называется условие бегства. Об этом наверняка говорят. И то, что Чубайс уехал, это как раз ясный сигнал за ним. Многие ему завидуют. Вот теперь Тинькофф об этом же стал говорить. Я думаю, в течение ближайших недель, месяцев мы увидим больше количества и больше фамилий. Деньги у них отберут, конечно. Деньги у них отберут, конечно.